Причиной госпитализации актера Михаила Ефремова из Пресненского суда стал стеноз сосудов, развившийся, предположительно, на фоне алкоголизма. В настоящее время актер находится в неврологическом отделении Боткинской больницы, однако ходить сам пока не может, передвигается по клинике в инвалидной коляске. Угрозы для жизни Михаила Ефремова сейчас нет. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. У Ефремова произошло сужение сосудов головного мозга, возможно, на фоне алкоголизма, цитирует ТАСС-источник от знакомого с ситуацией. Как известно, стеноз приводит к инсульту, так как при стенозе нарушается кровообращение. Вероятно, это и случилось с артистом. Актер, госпитализированный в Боткинскую больницу из Пресненского суда Москвы, проходит лечение в неврологическом отделении. В свою очередь адвокат звезды Эльман Пашаев сообщил, что пока все без изменений. Посещения запрещены из-за пандемии. Ежедневно можно передавать все, что он желает. Ефремов лежит в больнице, подчеркнул он. Адвокат также сообщил, что артист не страдает алкоголизмом. Выпивал ли Ефремов под домашним арестом, ему неизвестно. Я про это не знаю, все люди иногда употребляют, но я не видел ничего, пояснил Пашаев. Ранее сотрудники Боткинской больницы подтвердили инсульт у заслуженного артиста. В свою очередь адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших по делу актера о смертельном ДТП, призвал перестать спекулировать на тему здоровья артиста. Сейчас много инсинуаций. Кто-то ему сочувствует, кто-то считает, что это попытка затянуть процесс. Но я хочу призвать всех перестать спекулировать на этой теме, сказал он. Добровинский добавил, что о здоровье Ефремова сообщает его адвокат, а адвокат призван всегда говорить правду. Давайте верить тому, что говорит нам адвокат Михаила Ефремова, заключил он. Напомним, актер был госпитализирован в Боткинскую больницу из Пресненского суда Москвы 11 августа. Актера доставили в больницу без сознания и поместили в нейрореанимацию. Актера доставили в больницу без сознания и поместили в больницу.